У нас в этом году, как я уже сказала, будет проходить третий фестиваль Растроповича. В этом году ему было бы 85 лет и 5 лет со времени его ухода. Поэтому в этом году наш фестиваль будет, я бы сказала, особенный. Мы расширяем границы нашего фестиваля, как временные, так и географические. В этом году мы проводим фестиваль с 27 марта по 27 апреля. Как в Москве, так и за её пределами. Будем давать памятные концерты в городах, связанные с Папой. Это Воронеж, Саратов, Петербург, Нижний Новгород. Начну я, пожалуй, с того события, которого мы уже все давно ждали. Это открытие памятника Мислава Растроповича, работы скульптора Рукавишникова и архитектор Игоря Воскресенского. Памятник будет установлен в Брюсовом переулке. И церемония открытия у нас назначена на 27 марта, сразу после панихиды в Брюсовом переулке в храме Воскресенье Слава Растроповича. Это будет 12 часов дня панихиды. После этого сразу у нас произойдёт, даст двух, вот как пока запланировано, открытие памятника. 27 марта мы открываем фестиваль с приношением Шостаковичу. В этот день будет исполнена опера «Лядя Магнитинского уезда», которая была так важна для моего папы, которую он дириживал в 1996 году, 60 лет после того, как эта опера не исполнялась. 28 марта я пригласила на фестиваль оркестр Нижнего Новгорода. Этот оркестр симфонический носит имя моего отца, поэтому он не был, как это ни странно, замечательный оркестр. Сейчас они с большим успехом выступали на фестивале Остроповича в Баку. И последний раз этот оркестр был в Москве в 2003 году, очень давно. И мне показалось очень интересным пригласить, и правильным пригласить в юбилейный год папы оркестр имени его имени. Поскольку мы все знаем отношение папы, трепетное отношение к молодым талантам, то с этим оркестром я предложила выступить стипендианту Фонду Ростроповичу, замечательного молодого юночилиста Всеволод Гузов, который сыграет, исполнит концерт Эльгара для Лончели с оркестром. И молодая, юная совершенно корейская скрипачка, которая сейчас получила первый приз на конкурсе Винявского в Польше, на 14-м конкурсе Винявского получила первую премию «Золотую медаль». Она с большим успехом играла на последнем фестивале в Баку. И я думаю, что вам это будет очень интересно. Значит, дальше у нас в программе 1-2 апреля «Лондонский филармонический оркестр» под руководством Владимира Юровского. Тут я хочу немножко подробнее остановиться на 2-м концерте 2-го апреля. Хотя первый концерт у нас будет солистом Рудольф Букбиндер, блестящий австрийский пианист, который исполнит Бетховен. Немецкая программа 2-й апреля – это «Приношение Прокофьеву». Этот концерт будет очень особенный, потому что, как вы знаете, «Египетские ночи» были написаны Прокофьеву по просьбе Таирова, который, встретившись с Прокофьевым во время его эмиграции, его жизни в Париже, попросил его написать музыку к задуманному Таировому спектаклю «Египетские ночи». И этот спектакль он хотел сделать из произведения Бернарда Шоу, Шекспира, и объединяющего звена был «Египетские ночи» Пушкина. Почему тогда это заинтересовало Таирова? Он в этом как бы увидел параллель между отношениями королевы Елизаветы и в то время ее фаворитом. Ему показалось, что хорошо было бы перенести всю эту историю шоу, Шекспира на тогдашнюю действительность. Прокофьеву это заинтересовало, он приехал в Россию. Это было первое произведение, которое он написал после своей эмиграции в Париже. Первое произведение, которое он написал в России. Это прозвучало в 1934 году. Дальше мы знаем историю, камерный театр был закрыт. С тех пор, с 1934 года, «Египетские ночи», вот в том исполнении, в котором это будет исполняться у нас в фестивале, не звучало никогда. Впервые в России будет исполнена версия Автамьяна, оркестровка, инструментовка Автамьяна, музыки Прокофьева к фильму «Ван Гросс». Значит, существовала одна оркестровка Адама Сатасевича, по-моему, в 61-м году он это сделал, дирижер, но удивительно, что недавно совершенно нашлась партитура Львона Автамьяна, который был ближайшим, очень близким другом Прокофьева, очень близким, сначала был его импрессариум, дальше он стал его другом, и он делал все переложения его симфонии для фортепиано. И вот сейчас совершенно недавно в архивах личных Автамьянов была Нелли Кравец, есть такая музыковед-профессор, и она нашла в архивах вот эту совершенно новую партитуру, никогда никем не игранную, не исполненную. Совершенно потрясающая история. И вот именно эту версию Автамьяна впервые в России будет исполнена на нашем фестивале Лондским симфоническим оркестром, филармоническим оркестром Володей Юровским. Значит, 14 апреля к нам приезжает оркестра де Пари с новым художественным руководителем, дирижером Паву Ярве, это, конечно, сын Неми Ярве, который очень дружил с папой, и замечательный баритон Герн, отец Герн, будет исполнена песней Штрауса и Шуберта. Значит, 21 апреля, и лично для меня очень, я скажу так, важный день, потому что я действительно могу назвать это большое возвращение. Максим Венгеров очень много выступал с папой, у них были очень близкие отношения, скажем так, у отца и сына. И потом какое-то время после ухода папы, это удивительное какое-то странное совпадение, но в 2007 году Максим отошел от игры на скрипке. По многим обстоятельствам он хотел заниматься дирижированием, хотел попробовать себя на этом поприще. Ну и потом там были, как говорится, некоторые проблемы с рукой, которые сейчас, к счастью, уже все устранились. И поэтому после многих лет сейчас он возвращается к концертной сцене. И возвращается не просто... То есть он уже играл, конечно, в Москве, он играл в концерты, но я думаю, что вот именно это можно поистине назвать большим возвращением. Это будет сольный концерт в Большом зале консерватории. Если вы видите программу, программа абсолютно бескомпромиссная. Есть вторая партия Табаха и потом Крейцерва Саната. Это, конечно, программа очень-очень серьезная. Поэтому я желаю ему большого успеха, и я уверена, что этот концерт будет действительно очень-очень интересным. 25 числа, в 4 часа дня, мы открываем выставку Ростроповича-Вишневской «Судьбы сплетения». Эта выставка будет... Мы ее делаем в музее Глинки. Она будет состоять из абсолютно уникальных экспонатов. Это будут и как личные вещи, условия Польши, так и произведения искусства. Это будут манускрипты, это будут действительно редчайшие экспонаты, которые до сих пор, то есть, во-первых, мало кто знает об их существовании, но которые, конечно, никогда и нигде не выставлялись. 26-го, 27-го к нам приезжает оркестр «Санта Чичили» с Антонио Папану. Блестящий оркестр. Поэтому что тут говорить. Закрываем мы 27-го апреля. Юджи Вонг нам исполнит третий концерт Рокофи. Для тех, кто помнит в прошлом году, я лично пошла на этот концерт на ее, когда она не смогла прилететь в зал Чайковского в Москву, потому что ее засыпало снегом. Она должна была так играть концерт. И Денис Мацуев очень быстро, буквально за какой-то невероятно кратчайший срок, заменил ее с колоссальной... Ну как всегда Денис играет, всегда с большим успехом. И он тогда ее заменил на этом концерт. Но вот сейчас Юджи приезжает к нам в Москву, и это будет очень интересно. Теперь мы планируем 27-го уже апреля, пока что в планах. Мы так планируем и находимся в переговорах. Патриарх Кирилл будет служить панихиду, папе, в храме Христа Спасителя. Вот такое у нас будет закрыть. Ну так же и за рубежом, это будет Кромберг, где Академия как раз велончельная есть. Швейцария, Италия, Франция, Германия и Америка. В Баку в декабре фестиваль мы откроем, ну естественно, как всегда, открываем азербайджанским и бакинским оркестром. Смотрите, в голове, я сейчас должна это немножечко так, это утрясти, разложить. Там будет у нас, закрываем мы Мачо Ферентино с Зубином Метой, это будет 9-10-го, до этого Литовский камерный оркестр с Сергеем Крыловым, до этого я очень хочу привезти туда, я так иду от конца, театр кукол братья Кола, потому что папа очень любил марионетки, и это удивительный совершенно театр, когда в какой-то, да, итальянский, когда в какой-то момент вы просто присутствуете при этом действии, совершенно забываете, что это марионетки, это кукол, это семейный такой театр марионеток, и удивительные совершенно просто сообщества действия. И когда папа видел, он видел представление братьев Кола много-много лет назад, и им с мамой безумно понравилось, поэтому я хочу их обязательно привезти в Баку. И, значит, будет, опять же, приедет в Нижний Новгород симфонический оркестр имени Ростроповича, и будет исполнен там Прокофьева симфония концерта для виланчели с оркестром. Это будет исполнено, опять же, Энрику Динду, потому что папа очень любил этого виланчелиста. Это будет концерт первый, второй концерт Новгородского оркестра. Мы хотим немножко сделать такую особенную программу, и это будет три тенора. Три тенора, это будет серьёзный тенорар. И вот так, так что будет, я думаю, интересная программа.